Иссентучанин Янис Политов дебютировал на Каннском кинофестивале с картиной «Философия». Своё предпочтение в выборе места съёмок режиссёр отдал родному городу. Илона Агаджанова отправилась по маршруту главных героев короткометражного фильма. Перед знакомством с фильмом Янис встретил нас у своего дома. И только при просмотре картины мы поняли, что уже оказались в самом центре событий. Съёмки разворачивались в доме режиссёра. Здесь же по сценарию жил главный герой короткометражки Костя. Вот тот голос за кадром, который говорит, он говорит как раз-таки о той философии, которую я понимаю. Что каждый действие имеет последствия, что времени у каждого не так уж и много. Мы все живём и думаем, что времени очень много у нас для жизни. Ну, какие-то такие простые, понятные вещи каждому, о которых почему-то очень многие люди забывают. Фильм снят абсолютно по реальным событиям. Это всё было... Ну, мне кажется, даже такое придумать невозможно. Потому что вот этот мальчик, который Костя, вот это я. Всё на реальных событиях, кроме деда. Деда не было в этой истории, но мне хотелось как-то показать любовь. Я очень требовательно относился, очень даже, можно сказать, жёстко на площадке было, потому что у меня были краткие сроки, и мне нужно было из них выжать всё, что угодно. Материал был отснят за неделю. Помогали в работе, что называется, всем миром. Каждый указан в титрах. Но для начала введём вас в историю героев. Сюжет завязывается на классической ситуации, когда студент пытается откупиться от знаний деньгами. И что-то пошло не так, когда счёт преподаватель философии выставила следующий – похоронить её свекровь. Здесь снималась сцена «Дом Софьи Соломоновой», куда ребята приходят, звонят, дверь. Вот это было в этом доме на первом этаже, квартира номер один. Вот здесь стояла вот эта машина красной «Жигули», куда они кладут свои лопаты, и отсюда они отправляют в своё путешествие на кладбище. Объекты, выбранные Янисом для ключевых сцен, когда-то уже сыграли в реальной жизни режиссёра свою роль. Неподалёку от дома Софьи Соломоновной школа номер 8. Здесь он вспоминает 11-й Б. К некоторым местам вела память, а к некоторым – судьба. В заключительной сцене главный герой Костя, впервые столкнувшись со смертью, под закадровые мысли вслух направляется к храму. Янис, почему был выбран именно этот храм? Ну, во-первых, потому что он находится рядом с моим домом, и, ну, мне хотелось как-то его отметить. Но, когда я сюда приехал, здесь не было раньше вот этих обелисков философов. Когда я приехал снимать кино «Философия», увидел, что здесь стоят памятники обелиски всем философам. Здесь, ну, все – и Плутарх, и Аристотель, и Платон, и Софокул – все. И я думаю, господи, ну, прям спасибо тебе за то, что ты… Это чистые декорации для съёмок, потому что, ну, может быть, кто-то подумает, что я специально выстраивал каждый обелиск для съёмок. Это просто замечательная находка. И лучше места не придумать, чтобы снять финальную сцену, где парень идёт к храму, вот именно через всю эту древнегреческую философию. И, наконец, я оставила то, что впечатлило нас больше всего. Привычные улицы и достопримечательности Есентуков в картине получили огранку, не уступающую пейзажем голливудских кинолент. Какие-то ещё интересные истории, которые произошли во время съёмок? У нас была раритетная машина «Копейка». Я её искал, потому что у меня хотелось такая, чтобы она была необычная какая-то машина. Мы вот её нашли, эту «Копейку». Хозяин её очень дорожил и говорил, ребят, только очень аккуратно с ней. Я вас очень прошу. У неё там ручек нет, у неё с пульта открывается, багажник у неё с пульта. В общем, такая. Внутри там чуть ли не торпеда от БМВ стоит. А у меня парень, Игорь Гречкин, который играл роль Добрыни. История была про то, что он без руки. И он настолько вжился в образ, что там, когда вот есть сцена, когда они отъезжают уже от... За бабушкой едут с Софьей Соломонной. Он сел за руль с одной рукой. Там же. Надо как-то переключать. И когда он выехал из кадра, остановился. И потом резко опять гас. И прям как шёл, так и вошёл в оградку. И помяли весь бампер. К хозяину я даже не знал, как об этом говорить. И уже с ним вечером уже я говорю, звоню. Так и так, так и так. Говорю, ну мы всё починим, всё хорошо будет, не переживайте. Ну мы всё починили. Всё сделали, денег дали. И всё равно ему большое спасибо за то, что... Его автомобиль стал такой жертвой. А у него ещё три шестёрки номера. Вкусство и красота требует жертв. Красота требует жертв, кино требует жертв. И вот машина, почему-то номера у неё три шестёрки. Она вот как-то... Мне говорят, и специальные такие номера. Я говорю, нет, такие были номера. Искусство, в котором даже несмотря на смерть зарождается что-то новое, мысли, уроки, идеи. Возможно, это позитивная философия жизни и привела талантливого режиссёра Яни Саполитова к Каннскому фестивалю. И мы уверены, что приведёт ещё к новым вершинам. Может, поэтому так важно помнить о времени и о том, что каждое наше действие, каждое деяние имеет последствия.